МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, столичные полицейские совместно с кустанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО. Об этом сообщает сайт МВД Республики. В 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями других двух предприятий, которые также были ранее задержаны полицией и находятся последствием, подозреваемые завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 миллиардов тенге. Крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов, ликвидирована 13 января Министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры. В проведении масштабных совместных спецопераций было задействовано более 3000 сотрудников спецслужб. По данным МВД, в орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лотоклубов. Кроме этого, были зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек, задержано 8 основных организаторов преступной схемы. По всей стране проведено 570 обысков в помещениях и офисах лотоклубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей, 127 тысяч долларов США. В результате пресечена деятельность 326 лотоклубов по всей стране. До судебного расследования установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лотоклубов только одного региона в среднем составляла 300 миллионов тенге. Соответственно, со всех регионов страны порядка 6 миллиардов. Расследование проводится Следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса. Фигурантом меняется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова